здравствуйте друзья сегодня у нас будет очень интересный и такой очень важный обзор потому что уже были запросы некоторые говорили ну почему стф мы так сказать не постоящее не сделал reviews ну вот я так решил это даже не совсем даже review я даже решил сделать вообще до и после сравнения поскольку вот я аналогичные такие же джинсы 6 месяцев назад у меня вот и я хочу так сказать сделать такой обзор потому что после уже стирок после замочки получилось не ну давайте так сразу значит это 500 1 ли вас это дженерик это не лвис и не оттасать не сэлвич день им это обычный такой массового массово продукции такой шерпотребный куплен был на как сказать здесь в ю.с. на левайс веб-сайт и цена у них была честно скажу 79 50 ну это конечно большой скачок поскольку буквально год-два назад они были по 40 там 50-40 можно было баксов купить значит получается большой такой скачок цене ну как говорится инфляция везде вот хотя я видел буквально сегодня заглянул на веб-сайт там можно было за какой-то у них на трехдневные такой продажи за по моему 50 баксов купить а вот ну ладно значит это такой давайте сначала продаем потом про детали все лейблы мы выставим то кстати я выставлю как обычно чтобы интересно это было по моему не то что интересно то чтобы это такими как бы в правдивые такие факты о всех этих продукциях чтобы было точно потому что иногда люди спрашивают вот это стиль тот или не тот и уже точно мы на лейблы я выставлю их в конце сделаю все фотографии вот ну вот обычный такой-то карборд здесь это такой бумажный так сказать бренд тэч ну в принципе он джекрон называется этот бренд тэч значит но тут для нашей надо создать талия и 32 этот размер опять 35 а поскольку стф shrink to fit это на усадку надо уже точно знать что ты хочешь тасать по длине у у меня обычно 34 33 30 если обычный 505 смысле 501 беру тасать но это учитывать на что стф это не тасать но санфер аси это принципе это такой сырой роды ним и они усядут очень значительно на 10 процентов значит особенно в длину значит я покупаю обычно на один размер больше 34 значит я 35 взял и 32 но поскольку я заворачивать как многие любят кафа я заворачивать манжеты не делают то есть у меня обычно они садятся четко там на 3 как минимум а вот ну вот мы после этого проверим как получилось у меня вот значит ну фурнитура обычно вся здесь как бы такая стандартная как и даже если сравнивать даже вот lvc клепки такие значит медные клепки эти флэт такие значит они не такие обычно прямые не закругленные клепки не выпуклые плоские вот на lvc они так практически аналогично единственное что с мясом здесь видите вот этот фабрик выходит здесь и lvc если смотрите это клепка я не знаю как хорошо сейчас показаться будет это буквы здесь идут выпуклые по сравнению с этими а вот эти досадать ширпотребные обычный generic у них уже просто стенд и они вдавленные такие вот эти буквы как леви сенка леви сенка значит только вот такая разница вот а так позначит фурнитура аналогичная даже которые вот более дорогие премиум джинсы то есть стальные пуговицы у нас идет все эти пять пуговиц вот значит мы промерим потом вот здесь эти лейблы игры там выставлю здесь кстати инструкция если вы хотите стирать то я их там выставляю сейчас читать не буду это для тех кто будет стирать или в машине стирали или вручную или кто вообще не стирать как говорится здесь написано для for purist if you don't want to wash то есть если для тех кто таких фанатов что если вообще не хотите стирать есть такие конечно на любителя то у нас же покупать по своему размеру что я не буду поскольку здесь очень ну прополоскать все равно надо здесь много вот а вот а крахмала старче вот значит так ну пятиугольный традиционный как как карманы кокетка такая же значит шок вверх идет также как на lvc значит этот redtap он здесь двухсторонний и также буква r значит что характерно что на lvc этот redtap только односторонний здесь этой трейдмарк буквы r нету как видите здесь просто блэнк вот ну и также и разница между например между lvc оригинальными здесь прострочка идет то есть бар такс как здесь называется просто обычная оранжевая прострочка а здесь консилд или как спрятанные клепки на заднем ну вот такая в принципе разница в основном они все такие же такая же оранжевая прострочка вот и эти арчи здесь немного более желтым цветом отличается вот двойные швы идут как вы видите здесь довольно хороший chain stitches так сказать внутренний шов идет значит одиночный просто с оверлоком и темно-синий такой цвет денима так снаружи идет вот такой вот тоже сейчас идем подождите сейчас вот давайте сейчас выверну хорошо показать давайте значит снаружи здесь идет он такой значит здесь шов вы видите один где здесь идет такой как бы одиночный и здесь он идет оверлок как бы здесь это в принципе такой одиночный шов тоже сейчас я покажу здесь с этой стороны вот ну карманы хорошая идет кстати ну довольно нормально какой-то canvas такой я думаю что это по возможности он нормально выдержит значит у нас что еще по значит да еще давайте про шлевки еще шлевок это 5 шлевок ну обычные такие стандартные шлевки здесь coin pocket тоже идет стандартный ничего обычного такого здесь не видим то есть я сказал это не селвич как вы видите это обычный ширпотребный так сказать такой день давайте один поговорим он немного он по цвету хороший даже с первое такое на первый взгляд когда вот их я из пакета кстати вот такой пакет в таком они обычно пакете присылать по цвету они так вроде бы на первый взгляд очень отлично все хороший такой темный индиго вот и ну он такой не потому что это про крахмальное такое кажется нормально в принципе они не указывают вес этого денег потому что у них там где-то до 40 различных сэплаерс по всему миру то есть там а мне кажется у них даже таких стандартных прочных нету это зависит от того какой бетч идет от какого поставщика вот но мне кажется по вес это где-то 1275 где-то около я не думаю что двенадцать и пять он такой не не тяжелый очень потому что сейчас когда не новый на крахмале на его даже трудно сказать но такой не не очень не dance не очень плотный ну по по цвету он довольно такой нормальный цвета я говорю так вот и а я бы сказал он обманчивая такое впечатление я расскажу почему да ну вот этот джек рон как бы бренд фейдж это картонный мы уже сказали вот но мы все так в принципе мы детали все покрыли я сразу давайте сейчас по размерам и по фит вот значит что интересно что stf они конечно садятся и тут вот уже мне кажется каждому надо индивидуально поскольку ну естественно фигура зависит поскольку что насколько у вас ваше так сказать терпимость так сказать потому что надо я лично люблю вот когда влажное не еще надеваешь на себя и тогда они будут четко когда не высохнут на вас вот вот после первой стирки не стирки замочки я бы даже сказал там чуть-чуть вот и я хочу чтобы они плотно что я с ремнем не не люблю их на сетях или без ремня то есть мне надо чтобы не четко их плотно садились а другие любят с ремнем по свободе так если уже по свободе может даже на два размера берите потому что лучше всего конечно вы когда стирать не не ждать когда они высохнут полностью там на веревке в машине в машины вообще стиральной машины никогда не стираю машине особенно в сушильном машина это уже вот то есть деним нужен чтобы он всегда такой оставался у вас жесткий после машины это он теряет день свою вот такую вот прочность и у вас не будет вот такого протирки или фейдинг или уискер с таких дефиниций такой не будет вот что это важно вот ну а значит это покупать когда это надо уже на любителя это надо я уже и не знаю сколько я их пар этих перекупил стф и выбрасывал потому что иногда слишком они короткие потом или слишком или слишком большие и прочее прочее это уже как повезет это уже точно и тем более они раньше очень дешевых были можно было экспериментировать вот ну давайте вот то что получилось у меня короче вот то что вышло это такие же да я не отметил что еще что эти сделаны в египте здесь вот лейбл с они сделаны in egypt и эти джинсы тоже сделаны в египте тот же такой же размер 35 32 stf я просто это вот это когда носил оторвал вот этот талон просто мешает но здесь это просто с размером вот этот вот так вот это аналогичные джинсы что получилось у меня значит вот эти значит это вот новый совершенно и вот что это before and after как мы говорится до и после что получилось значит сидят они ну они нормально сидели вот особенно после первой пирки нормально сидели после первой пирки извиняюсь но во первых у меня были проблемы с денимом потому что он полинял очень очень быстро и он слишком так и голубого вот не стало такого синевы такой темный вот видите вот это старый у меня stf и они гораздо чаще стирались и смотрите какая разница вот по просто сравнить по тону то есть это такой темный индиго а эти и вообще они очень очень рыхлый такой очень слабый деним это в принципе тот же самый деним ну как я говорю уже три стирки я же сказал даже не три я сказал замочка одна замочка получасовая это не стиралась и потом три стирки тоже в холодной воде без всякой сушилки и что проблема в том что они очень и очень такой слабый рыхлый и еще другая проблема у меня оказалась с тем что в коленях они нормально но они очень узкие здесь оказались то есть здесь говорится значит стрелек но это честно говоря не такой стройкой как не не такой как прямой как раньше были вот я мы даже сравним значит они внизу сейчас традиционно они обычно восемь с половиной и часа сейчас внизу они 7 и 75 то есть это будет сантиметрах это 19 с половиной практически чуть побольше 19 там 6 миллиметров а которые вот традиционные вот старые они были сейчас я скажу они были 8 и 8 и четверть значит это почти что тут ну тут у нас получается значит от 19 у нас получается почти что 22 сантиметра на два сантиметра они покуже здесь то есть поэтому они когда их сейчас я вообще уже перестал относить то есть они даже и выглядит как тейпер то есть суженные честно говоря ну кому-то может нравиться мне это сильно нравится в колени они давайте просмотрим быстренько они они это будут 9 но это нормально значит здесь размер франт райс подъем передний нас будет где-то 11 5 так ну вот они усели как раз на они усели так и усели нормально в принципе но как давайте вот новый совершенно но мы их измерим сейчас тоже у нас будет это 12 и 5 то есть это практически 31 сантиметр и вот они усели у нас до 29 29 2 миллиметров то есть такая стандартная усадка это нормально потому что сначала как покупаешь анима у них почти что 12 дюймов но в принципе я я сказал они усаживаются очень очень сильно это он сам фарайс это как говорится сырой денем и в коленках у нас давайте быстро промерем коленках сейчас 113 то есть у нас девять с половиной дюймов коленках то есть или 24 сантиметра и внизу до всяких стирок до всего это где-то будет 8 и четверть и это 21 сантиметра быстро такая коррекция к моему видео просто я предыдущем видео когда снимал вчера я забыл совсем поставить мне кажется получить всегда важно поставить это создать в поясе размер в талии то есть вот эти у нас ст.ф. shrink to fit на усадку и мы делаем размер у нас будет 19 19 и час 19 дюймов то есть это где-то будет в районе 48 48 сантиметров и 3 миллиметра то есть это очень важно я иногда забываю но мне важно когда делают люди ревью и делают этот размер потому что вы можете по своим даже существующим брыгам джинсом примере значит ну а как 34 у меня это обычно 18 и час значит это как раз для усадки нормально выдает один дюйм для усадки то есть это как раз нормально будет ну это все что я хотел сказать и я уже не помню мы промерили уже этот создать передний подъем и по по длине значит внутренний шов 32 у них ну так он и есть кстати 32 если пошел до создать пошло идти следовать то это будет точно 32 не меньше не больше ну и все это просто вот такая небольшая добавка ну хорошо друзья спасибо большое всем за просмотр я надеюсь что ничего не пустил я единственно мне кажется я по поводу шва значит шов вот на этих ст.ф. на обоих это ст.ф. который уже я проносил шов у них идет который вот внутренний он по-моему я сказал что он одиночный он он не одиночный он он двойной шоу двойная прострочка он выглядит как одиночный но в принципе когда вы посмотрите один такой обычный стежок идет а другой chain stitch то есть идет как бы цепная то есть он двойная у него прострочка так он снаружи выглядит как одиночный ну а наружный уже внешний шов он идет принципе он обычный одиночный вот на это все что я хотел сам себя быстро поправить спасибо большое опять а значит на следующей неделе я сделаю обзор тоже очень интересных это будет у нас wrangler 936 один из таких любимых стилей он в принципе ковбойский кат и единственное что он такой зауженный стиль будет как а слэм фит и мы подробный обзор сделаем на следующей неделе и пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь ну пока и а и Субтитры подогнал «Симон»